У такого блистательного города, как Санкт-Петербург, должно быть и блистательное будущее, и оно будет, это точно. Выбрано четыре основных направления развития города Санкт-Петербурга. Прежде всего, город должен быть комфортным для проживания. Каждый из нас понимает комфортность в своем понимании, да. И есть такое мнение, что город Санкт-Петербург становится городом для туристов, потому что город строился как европейская столица. У нас самое большое количество памятников и площадей, которые подходят под ЮНЕСКО и охраняется особая территориальная зона, охраняемая законом. В то же время мы живем в современном мире, в 21 веке, мир быстро развивается, и мы хотим иметь ровно те возможности, которые сегодня есть. И вот как сочетать сохранение исторического центра и создание комфортных условий для проживания жителей в Санкт-Петербурге? Это как раз одна из задач создания такой комфортной среды, где каждый чувствовал себя достаточно уверенно и в соответствии со своими потребностями. В связи с этим в городе разработана целая программа создания общественных пространств. И вы знаете, совсем недавно президент поддержал идею, и я думаю, что нет ни одного сидящего в этом зале, который был бы против, когда судебный квартал на улице Добролюбова в центре города перемещается совершенно в квартал рядом со Смольным, и там будет такой правительственный квартал, а здесь будет большое общественное пространство, прекрасный парк, и исторически на этом месте был парк. Мне кажется, это как раз вот та история, которая говорит, что правительство, нынешнее правительство Санкт-Петербурга, будет создавать эту комфортную среду. А вторая тема, на которой мы хотим остановиться, это то, что, к сожалению, так исторически сложилось, что каждый третий житель Санкт-Петербурга является пенсионером. И в этом смысле город должен быть социально ответственным городом, и мы от этого тоже никуда с вами не денемся, и город у нас будет социально ответственным, и он есть. И Санкт-Петербург по всем своим льготам, положениям, созданиям инфраструктуры находится один из лидирующих позиций, и совсем недавно были приняты новые решения, которые позволяют сегодня не искать у власти правды и отстаивать свои законные требования и льготы, а власть должна сама найти пожилого человека и предоставить ему все права и льготы, которые есть. В связи с этим введена единая карта петербуржца, которая будет расширяться ее возможности, и это создает удобные условия для развития. Третье направление — это, конечно же, умный город. Умный город мы подразумеваем не только умное управление, но и иную систему принятия решения на так называемых больших датах. Для этого потребуется приличное вложение средств в цифрализацию, для того чтобы можно было принимать выверенные и правильные решения, и для этого потребуются новые современные системы управления инфраструктурой. И последнее направление, и основное, наверное, на мой взгляд, — это открытый город. Это город, который открыт для диалога с любым сообществом, с сообществом общественных организаций, с бизнесом, с волонтерами, с населением и так далее. Вот эти все четыре направления в развитии города Санкт-Петербурга, конечно же, не могут быть реализованы без основного, без человеческого потенциала, без кадров, которые это все будут делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова